Перебои с электричеством, отсутствие газа. С такими проблемами приходится сталкиваться с жителем деревни Озьмушкино Тукаевского района. В основной части поселка газ есть. Осталось провести голубое топливо всего по нескольким улицам. По словам сельчан, газификацию им обещают на протяжении нескольких лет. Вот только дни на календаре сменяются, а проблема остается нерешенной. Подробно о ней жители рассказали корреспонденту программы «Челны-24» Эльмире Гайнудиновой. Все на электроэнергии зависит. Без этого не работает ничто. Вода не нагревается, машина не работает, котел стоит, батареи холодные. Без электрокотла и жизнь не та. Работа домашней техники, наличие горячей воды, света, отопление и многое другое неразрывно связаны именно с ним. А котел в семье Канаевых работает на износ. Всему виной отсутствие газа. Кроме того, это и большой минус для семейного бюджета. За электричество у нас, по крайней мере в нашем доме, обходится 8,5 тысяч. Это самые холодные месяца, январь-февраль. С газом было бы 3,5 тысячи оплата. Поэтому, сами считайте, экономия существенная. Но вопрос стоит не только в экономии. Наличие газа позволило бы избежать частых перебоев с электричеством. Свет в комнате Елены Канаевой тусклый, хотя зимой он нужен ей постоянно, ведь Елена – дизайнер штор. Заказов много, приходится работать и на дому. Из-за плохого освещения у женщины сильно упало зрение. Заложниками ситуации остаются и многие другие жители деревни Озмушкино. Проблема Озмушкина заключается в том, что поселок не полностью газифицирован. По словам жителей, им каждый год обещают, что проблема будет решена. Сельчане вспоминают, что голубое топливо им обещали провести еще в 2015 году. Но прошло почти 7 лет, а газа как не было, так и нет. Газопровод у нас рядышком, вот метров, наверное, 100. Со всех сторон газ есть, а часть вот этого три улицы, по-моему, без газофикации пока. И ждем, очень хочется, чтобы уж провели газовое отопление, так как электроэнергия у нас дает постоянно сбой, огромные проблемы. Трубы, они проведены, стоят ГРП, получается их не одна, а несколько штук даже. И остается у них только провести по улице. Вот осталось буквально по улице провести всем и все. Это даже говорят, это очень быстро, но почему не проводят, неизвестно. Власти обещают постоянно, на следующий год мы вам проведем газ, на следующий год проведем. В итоге провели магистраль по полю, газораспределительную станцию поставили, а по улицам не ведут. На нескольких улицах провели, там уже у некоторых домов есть газ. Как подтвердил в нашей съемочной группе глава из Мушкинского сельского поселения, газификация деревни запланирована на следующий год. Местным жителям остается только надеяться, что слова не разойдутся с делом. Эльмира Гаинудинова, Тагир Бекметов, Радик Ганеев, Челны-24.